Акша! Быть или не быть, вот в чём вопрос. Достойно ли смириться под ударами судьбы? И нужно оказать сопротивление? И в смертной схватке с Теломоем бед? Покончить с ним, умереть, забыться. Молодцы, жанр чистый. Да. В принципе, я буду продолжать. Замысел режиссёра, пару слов, пожалуйста. Замысел режиссёра? Потом я продолжу, да. Показать в этой монологии все контрасты, которые он имеет. Вот сначала вот этот задумчивый самого Гамлета. А потом решимость возрастает, возрастает, возрастает. И тут вот о смерти будет идти речь, умереть, забыться. И опять всё, как будто сначала. Нет, ещё раз повторяю, жанр довольно чисто сделан, не знаю, как назвать этот жанр, это не важно. Ну, новое искусство, новое искусство, новый жанр, да. Чтобы, но это, я говорю, внешне это субъективнее. Я бы вообще на твоём месте даже не открывал. Так, вообще, только снимка работала. Не надо, по-моему, не надо этого. Они сыграли этого, это как будто идёт немножко масло на масло. Понимаете, о чём я говорю, да, это уже понятно. Я говорю, только вот, да. А дальше, я говорю, чисто режиссёрский, его больше в центр поставил. Чисто на счёт Бизансцены, да, они, не знаю, види, вот так идёт по кругу, но он центральный. Потому что он даёт, фактически эмоции же идёт через него. Это как будто эхо его, эмоции, я говорю, больше в центр. Вот поставил его, что он всё-таки центр, вот как ты сам сказал правильно, да, за что он приходит с этого до смерти и так далее. А теперь такое. Теперь вы можете со всеми комментариями повторить. Подожди, секунду, подожди. И моё наполнение. Хорошо. Если возможно такой эхоис, им дать ещё минут 5-7, чтобы они учили всё. Значит, ребята, смотрите. Каждый, кто из вас произносит текст, сейчас было верно, больше своего характера. Ещё больше индивидуальности, так? Ты одинаково реагировал физикой на каждый текст. Ты должен тоже понимать, вот сейчас она говорит. Вот скажи первую строчку. Быть или не быть. Вот слышишь, как она говорит? Значит, здесь движения одни. Ты движениями реагируй на... Здесь более резко, тогда это уже другая классика. То есть, ты должен передавать образ говорящего человека. Отработайте почётче, и вот этот выход на эмоцию, и потом уход. И это будет вообще конфетка. Ребят, когда вы стоите, вы все сценическая, мизансцена. Не в таком варианте, не в таком. Представьте, что вы в каких-то определённых костюмах. Или чёрная масса. Вы должны решить, это должен сказать режиссёр, более мягкий полукруг. Делайте сразу красивую сценическую постановку. Ты действительно, вот Харрис, это очень правильно, он выражает их мысли. Ты читаешь мысли, ты реагируешь движением или более мягким, или более резким. Это как подщёчины, это как удары. Вот если вы сделаете сейчас, отработаете, это будет супер смотреться. Можно им попробовать? Потому что, да, я тоже. Потому что подход, задумка очень хорошая. Ты понимаешь, может быть, времени не хватило режиссёру и актёрам эту задумку сделать. Как вот правильно сказал Даган Ферн. Да, просто надо вам дать. Нет, не сразу. Не сразу, я думаю, что... Давай, я сразу, давай. Виктор, ты просто посмотри, мы этот раз пройдёмся, ты посмотри, кто из нас как-то бывает. Да, просто один раз пройдёмся. Сейчас репетится. Две минуты, ладно. Две минуты, ладно. Давай, ты троги наш коз. Да, да, да.